27 января в 8-м часу вечера в Сафонове, в одной из квартир четырехэтажного дома на улице Революционная, мужчина решил приготовить себе поесть. Поставил греться кастрюлю на плиту и, решив ненадолго прилечь, задремал. Запах дыма почувствовала жительница соседней квартиры и позвонила по номеру 101. Подгоревший ужин с плиты сняли огнеборцы 14-й пожарно-спасательной части, прибывшие менее чем за пять минут. Мужчине вызвали скорую помощь, чтобы исключить вероятность отравления продуктами горения. В результате случившегося, к счастью, никто не пострадал, но мужчина остался без ужина. 2 февраля в 10-м часу вечера пожарные расчеты 25-й пожарно-спасательной части города Дорогобужа прибыли в деревню Выгорь по сообщению о пожаре в жилом доме. К моменту приезда пожарных частный привенчатый дом был полностью объят пламенем. Пожар ликвидирован. В результате случившегося строение уничтожено. При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего, мужчины 1955 года рождения. Оперативно-следственные группы, работающие на месте происшествия, устанавливаются причины пожара и нанесенный ущерб. Для повышения культуры безопасного поведения инспекторы регулярно проводят обучающие занятия с подрастающим поколением. Очередные уроки с инспекторами Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области состоялись в Дорогобужском районе Смоленской области. Специалисты группы патрульной службы номер один посетили школу в селе Олексино и школу в поселке Верхний Днепровский. В учебных заведениях с ребятами поговорили о правилах поведения на замерзших водоемах. Рассказали, как влияет оттепель на состояние льда. Следует четко понимать, что водные объекты всегда таят опасность. Трагедия может произойти в любую минуту. Вместе со специалистом дети разобрали происшествия, которые могут случиться на водоеме, что нужно делать, чтобы подобных ситуаций избежать и как оказать помощь, если человек на глазах провалился под лед. Все занятия прошли в форме диалога. Очень многие интересовались о работе спасателей, о чем они регулярно беседуют со взрослыми рыбаками, которые, казалось бы, давно все знают. Изюминкой для школьников стал продемонстрированный беспилотный летательный аппарат, который помогает следить за обстановкой на водных объектах, увидеть проталины, открытое течение, оценить состояние ледового покрытия на большом расстоянии от берега. При помощи робота дети увидели здание родной школы с необычного для себя ракурса. 1 февраля Центр противопожарной пропаганды и общественных связей посетили молодые люди – Рита и Андрей. Гости о выставке узнали из группы в соцсетях Главного управления МЧС России по Смоленской области. В ходе экскурсии посетители узнали много интересных фактов из истории пожарного дела, о ратных буднях огнеборцев, а также важные правила пожарной безопасности. Рита и Андрей были рады примерить на себя роль пожарных, узнать, чем оснащена пожарная машина. Ну и, конечно, сложно было пройти мимо насосно-боечного хода и не сделать фотографии, накачивая воду. Рита и Андрей смогли очутиться в лесу охваченным огнем с помощью очков виртуальной реальности и специальных наушников. Встреча проходила в форме беседы. Молодые люди задавали много вопросов и охотно отвечали на вопросы методиста. В конце экскурсии гости были под впечатлением и уходили с хорошим настроением и множеством ярких фотографий. Записаться на экскурсию можно по телефону 8-48-12-38-38-66. Выставка находится по адресу город Смоленск, улица Урицкого, дом 5. В Главном управлении МЧС России по Смоленской области функционирует единый телефон доверия 8-48-12-34-99-99. В каком случае можно обратиться к специалистам по этому номеру? Если у вас появились вопросы о пожарной безопасности, гражданской обороне или безопасности на водных объектах, то вы смело можете набрать цифры телефона доверия. Как правило, обращение граждан связано с нарушением требований пожарной безопасности. Также специалисты принимают жалобы на неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства, способное спровоцировать опасность для местных жителей. Но и часто поступают звонки с целью выразить благодарность сотрудникам чрезвычайного ведомства. Звонки бесплатные и принимаются в любое время суток. Вас обязательно выслушают и помогут решить вопрос.